Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. Мы обещали эксперимент, мы слово держим. В студии по-прежнему Павел Михно и моя новая соведущая, участница проекта «Завочанки». Анастасия Рудковская. Здравствуйте! Ну что ж, давайте знакомиться! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что ж, с Анастасией мы познакомились, а теперь начинаем выпуск. Лучший в России, один из лучших в мире. Завод каркасов кабин официально открыт. Признание, а не повод, успокоиться. Эталонный цех завода двигателей стал еще немного совершеннее. Рассказ про то, как автозапчасть одолела охрану, это не про восстание машин, а про мини-футбол по-камазовски. У КамАЗа появился еще один завод. На этой неделе запустили завод каркасов кабин. Старт совместного производства камского автогиганта и немецкой компании «Даймер» состоялся спустя три года после начала строительства. Новый завод будет производить каркасы кабин для двух гигантов грузового автопрома – КамАЗа и Мерседес-Бенц. На торжественное открытие прибыли гости самого высокого ранга. Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемизов, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, замминистра промышленности и торговли страны Александр Морозов и президента Татарстана Рустам Миниханов. Открытие завода каркасов кабин руководителя камского автогиганта назвали по-настоящему великим событием в новой истории КамАЗа. Сумма инвестиций в строительство объекта составила 200 миллионов евро. Лишь автогигант вложил в проект 12 миллиардов рублей. И все это является как результатом благотворной работы двух крупных компаний, так и началом обновления камского завода. Запуск новейшего и самого современного в своем роде завода – это лишь часть большого проекта по реинжинирингу КамАЗа и развитию нового модельного ряда. Сегодня мы запускаем серийное производство автомобилей поколения К5. И привлечение такого количества передовых мировых технологий в производство автомобилей К5 – это беспрецедентный случай в истории КамАЗа. «Поскольку мы сейчас добавляем нашего нового ребёнка, это будет менять наши бизнес-процессы очень серьёзно, очень значительно. Поэтому в будущем эта кабина будет производиться только здесь на месте. То есть «Мерседес» из Германии не будет присылать кабины в Россию. Мы будем делать их здесь совместно на этом заводе». Новейшее предприятие занимает площадь более 60 тысяч квадратных метров, на которой расположены четыре цеха. В каждом из них работа будет распределена между человеком и роботами. Последних на производстве – более ста штук. Для челнинцев же и иногородних специалистов предоставят 700 рабочих мест. Всё это даст новый рывок в развитии Камского автогиганта. «Хочу поздравить всех причастных к реализации этого проекта и, конечно же, всех КамАЗовцев, поскольку вот такое значимое мероприятие, значимое строительство, значимый объект за последнее десятилетие был создан впервые на территории КамАЗа». К слову, сейчас модельный ряд кабин представлен пятью модификациями с разной длиной, высотой и шириной кабины. Мощность производства – до 55 тысяч кабин в год. Вот такие крупные проекты, кабины самые современные, предприятия самые современные. В этом году новая линейка автомобилей К5 – это огромный труд коллектива КамАЗа и его партнёров. Я хотел бы поблагодарить наших партнёров в компанию «Даймлер». Автомобильная промышленность является генератором цифровых решений, как вы видели сегодня. Весь этот завод представляет из себя набор новой индустрии. Это и проектирование в цифровом виде, и разработка, и резкая металла, и сварка, которая осуществляет роботы, и производство автомобиля, который сегодня, в том числе включая компоненты, разработан и произведён с учётом цифровых технологий. Таким образом, открытие завода «Каркасов кабин» стало одним из важных подарков к 50-летнему юбилею КамАЗа. Производство уже функционирует, а на расширение модельного ряда завод планирует выйти в течение двух лет. Алсу Алеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Стремиться к эталону во всём. 119 цех на заводе двигателей безоговорочно признали эталонным ещё в прошлом году. Но амбициозный коллектив продолжает развиваться. Созданы новые эргономичные рабочие места. Да, а значит, очередной участок стал эталонным. Ещё один на очереди. Как стремление к идеалу помогает сократить время простоев и увеличить доход? Не знаете? Расскажем. Третий по счёту эталонный участок по изготовлению деталей подвески появился в 119 цехе в рамках программы по улучшению производства. Рабочие места стали эргономичными. Новые стеллажи, полки, столы с выдвижными ящиками. В результате сократилось время поиска нужных инструментов. Появились у нас специальные ящики с освещением. Появилось у нас множество мест, куда можно получить пробки, измерительные инструменты. В связи с этим у нас сократилось время поиска. Первое – это, естественно, безопасность наших работников. Очень много было вложено сил именно по исключению травмоопасных ситуаций в цехе. А безопасность на заводе во многом зависит и от аккуратности. Но когда для каждого инструмента есть специальное место, то работать значительно проще. К тому же прибавилось новое оборудование. Прибор для приёмки деталей с креплениями, которые позволяют произвести максимально точное измерение. А также удобные скалки для замера идеальных пропорций. До этого медили на измерительной машине. Возили сразу в лабораторию. А здесь уже этот метод позволяет измерять соосность на месте. Уже в следующем месяце 119-й цех завода двигателей вновь будет выдвинут на конкурс для признания его эталонным. Екатерина Романова, Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. В набережных Челнах прошла международная научно-практическая конференция по целевой подготовке кадров. Встреча специалистов состоялась в Айти-парке. Мероприятие посвятили грядущему юбилею автогиганта, к которому готовится, пожалуй, вся страна. 50-летие КамАЗа. Конференция включила в себя пленарные секционные заседания, мастер-классы и экскурсионную программу на автомобильный завод. Съемочная группа программы Вести КамАЗа также побывала на этой встрече. И готова рассказать, как сегодня на КамАЗе проводится профориентационная работа. Гостям, специалистам ведущих вузов страны, показали работы учеников Кванториума, а также возможности промышленного робота Кука, который применяется на КамАЗе. Так студент третьего курса технического колледжа в будущем хочет стать частью команды завода. Здесь представлен промышленный робот фирмы Кука, выполняющий операцию имитации загрузки-выгрузки станка. В дальнейшем я собираюсь работать на КамАЗе, потому что мне нравится работать с промышленными роботами и манипуляторами. КамАЗу есть что предложить таким студентам. На заводе выпускают 60 моделей грузовиков. В группу компании КамАЗ входит более 100 предприятий, которые расположены в России и ближнем зарубежье. А буквально на днях список пополнил завод каркасов кабин. Это новейшее предприятие. КамАЗ идет в направлении оптимизации всех затрат, оптимизации, понятно, и процессов. Мы закупаем новейшее оборудование, высокопроизводительное оборудование, на котором могут работать только высококвалифицированные камеры. Привлекать будущих специалистов надо еще с детского сада, считают на КамАЗе. Специально для дошкольников разработаны раскраски с истории завода. Модели автомобилей для сборки. Для школьников проводят экскурсии и дни КамАЗа. Открыт инженерный класс в школе номер 30. Основной темой является его организация проформиционной работы, которая проводится на КамАЗе, которая проводится и на наших учебных заведениях, таких как колледж Паташова, наш Казанский авиационный институт КАИ, или филиал, который находится в городе Набельчилны. В этих учебных заведениях со студентами работают по особой программе. Она также включает дни КамАЗа, участие в программе профдвижения, выполнение различных проектов для модернизации производства. Был конкурс на лучшего студента машиностроительного образовательного кластера, в котором я выиграла. Там надо было написать технологический процесс обработки деталей согласно чертежа. Мы осуществляем целевую подготовку кадров для КамАЗа в рамках машиностроительного образовательного кластера. И это взаимодействие является выгодным как для самого предприятия, так и для вуза и для наших студентов, для наших выпускников. После пленарного заседания гости Международной научно-практической конференции разделились для работы на группы. Также в рамках конференции прошли мастер-классы и круглый стол. Маргарита Кузьмина, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Вести КамАЗа. В сентябре в Казани состоится Международный съезд литейщиков. Мероприятие такого ранга последний раз республика принимала 8 лет назад. Обсудить предстоящие важные события и наболевший вопрос активисты отрасли со всей страны решили заранее. Посвященное этому собрание Российской ассоциации литейщиков принял КамАЗ. Провели его на базе литейщик. 15 председателей региональных отделений, профессоров и докторов наук встретились, чтобы обсудить, как организовать Международный съезд литейщиков. Принял участие в обсуждении и замминистра промышленности и торговли республики Ильдар Менгалеев. Татарстан такой вот центр машиностроительных технологий. Литейные технологии основы машиностроения. Поэтому мы придаем большое значение тому, что снова с 2011 года, уже 2019 год, сейчас через 8 лет, снова съезд литейщиков пройдет в Казани. Пройдет съезд в Казани с 9 по 12 сентября. На нем запланирована работа тематических секций. Возможно, организуют и круглые столы. Параллельно пройдет выставка литейных технологий на производствах. Гости посетят заводы Зеленодольска и Казани. И, конечно, литейку автогиганта. Традиции нужно поддерживать, развивать. И эту тоже, тем более, я думаю, что и позитивные плоды приносил и будет приносить дальше. Второй вопрос у нас очень важный сегодня. Роль общественных организаций, подготовки таких мероприятий, пожеланий нашему правительству, куда ввести дальше литейное производство. Так один из наболевших для литейщиков вопросов подготовка квалифицированных кадров из 30 кафедр литья и плавки в России на сегодня осталось меньше половины. Поэтому съезд направлен и на повышение престижа и привлекательности профессии. Кроме того, на встрече решили до конца года вернуть конкурс дипломных работ студентов-литейщиков. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Футбольные будни заводчан. В набережных Челнах стартовало традиционное оперенство по мини-футболу среди заводов и дочерних предприятий КамАЗа. Оно организовано профсоюзным комитетом автогиганта. В этом году все спортивные игры посвящены 50-летию кампанию. Это уже сыграло свою роль. Заявилось рекордное количество команд. 20. Жеребьевка также состоялась. Соперники определены. Игры проходят в парке Гренады и футбольном комплексе «Ангар». За одним из первых противостояний наблюдала наша съемочная группа. Хотя погода и подкачала, но адреналин на матче зашкаливал. Противостояние получилось таким горячим, что жарко становилось даже болельщикам. В парке Гренады в числе первых открыли первенство по мини-футболу команды охрана Росгвардии и автозапчасть КамАЗ. Оба соперника были настроены решительно выиграть матч. Первая цель – это выйти из группы. Нам надо. У нас групповой этап сейчас. А потом и дальше уже как получится. Шансы есть. Из пяти команд в двойку мы должны попасть. Будем стараться. Нормально. Стараемся. Пытаемся забить, но не получается пока. Один забили. 2-1. Второй тайм. Ждем. Будем надеяться на лучшее. На лучшее надеялась и команда автозапчасть КамАЗ. Игра больше напоминала качели. Обе команды имели равные шансы на победу. Так автозапчасть КамАЗ сделал дыру в воротах соперника. Но уже через несколько минут прилетел ответный мяч от охраны Росгвардии. Обе команды хорошие. Тут как повезет. И туда, и сюда. Кто больше захочет победить, физик очень много решает. Очень много сильных команд. Одна из лучших, конечно же, литейный завод. Ну, хотелось бы попасть хотя бы в бронзовый призер. Ну, в бронзовые места. Третье, второе, конечно. Ну, первый, самый лучший вариант. Удача оказалась на стороне команды автозапчасть КамАЗ. Спортсмены выиграли со счетом 3-1. Планируется, что финал первенства по мини-футболу пройдет в начале июля. Победителю и призерам будут вручены кубки, медали и дипломы. Также будет определен лучший бомбардир. Кристина Маматова, Эльмира Гойнудинова, Андрей Буслаков. Вести КамАЗа. В следующей программе мы продолжим наш эксперимент. Встречайте в Вестях КамАЗа очередную заводчанку 10 июня в 18.00 на телеканале Челны ТВ. А вот ее имя по традиции поддержим пока втайне. А также не забывайте про наш информационный портал вестикамаза.ру. Новости автогиганта и города там обновляются без выходных. Этот выпуск Вестей КамАЗа для вас привели Анастасия Рудковская и Павел Михнов. Всего доброго. До свидания.